Всем здравствуйте. Рад вас приветствовать на нашем докладе. Тема немножко изменилась наша в последний момент. Это именно использование Autodesk Revit в качестве препроцессора для расчетов в программном комплексе Lira 10. Меня зовут Максим Зубриск. Я являюсь главным специалистом компании Ural Concept Project. Вообще с Revit знаком с 2013 года. То есть опыт большой. А уже в 2015 году мы основали собственную проектную группу, которая на данный момент выполнила около 30 проектов. Причем 15 из них были выполнены именно в BIM. Штат сотрудников составляет 8 человек. В том числе 6 человек. Это непосредственно инженеры-конструкторы. Хотелось бы отметить, что мы являемся узкоспециализированной организацией, которая занимается только проектированием строительных конструкций и уникальными расчетами. То есть это расчеты на прогрессирующие обрушения, расчеты на максимально расчетное землетрясение. Все, что связано с нелинейностью и динамикой. Ну и разумеется, в своей практической деятельности мы используем непосредственно Lira 10. Я думаю, многие из вас видели вот эту картинку. И суть моего выступления заключается в внедрении в BIM-проектирование системы Lira и их взаимодействие и интеграция с Revit. На основании к совместной интеграции Lira и Revit мы пришли сравнительно недавно, около двух лет назад, с появлением возможности объектно-ориентированного проектирования в Lira 10. Она появилась чуть раньше, но мы до этого дошли несколько позже. Суть заключается в том, что построенная аналитическая модель в Revit может быть передана с сечением, материалами, граничными условиями, загружениями и нагрузками непосредственно в Lira 10. И уже произведен анализ напряженно-деформированного состояния. Любые целевые параметры, которые вам интересны, получаемые из расчетной модели, вы можете передать именно в Lira. И хотел бы вас спросить, если в данном зале конструкторы, потому что важно понимать степень углубленности, так скажем… Там есть, да, тоже. Важно понимать степень углубленности и проблематики, которые мы столкнулись с проектированием, с внедрением и так далее. Вы поймете дальше. Итак, первые про… А, возможности. Данная возможность реализована при помощи настройки, которая создана специалистами Lira. Стандартная настройка, она есть, по-моему, в Lira.sapre и в других инструментах. Именно она позволяет передать все необходимые данные в расчетный программный комплекс. Дальше она позволяет не только передать, можно организовать обратную связь, посмотрев результаты. В данном случае, например, мы пробовали смотреть результаты конструктивных расчетов на плитах, стенах и так далее. И возможность обновления расчетной модели при корректировке аналитической модели в Revit. То есть в Lira у вас сказное, так скажем, проектирование. То есть связь она двусторонняя, но сразу скажу, что мы все-таки пользуемся односторонней связью. То есть передаем из Revit в Lira, но не обратно. Результаты получаем только условно сравнивая из-за поля и перенося уже армирование непосредственно в Revit. Теперь всю проблематику хотел бы рассказать на двух объектах. Это промышленные объекты. Первый из них это реконструкция фундаментов калибровочного стана в рамках реновации оборудования мощностей на Северском трубном заводе. Это в Свердловской области трубопрокатный завод. В рамках данного проекта мы были единственными проектировщиками, кто занимался разработкой документации в BIM. Все остальные, так скажем, пользовались электронными кульманами, были довольно консервативными. Именно поэтому нам пришлось… Мы были теми людьми, кто, во-первых, определял коллизии между смежными разделами, потому что задания между собой никак не коррелировались. А во-вторых, принимали проектные решения по геометрии фундамента. В связи с этим на начальном этапе мы отстроили все инженерные системы, существующие фундаменты, в которые нельзя было вносить изменения, которые не подвергались корректировке. Мы отстроили свою физическую модель и уже на основании этого внесли корректировки в задание завода-изготовителя, потому что некоторые из элементов невозможно было выполнить в данном исполнении. Хотелось бы отметить, чтобы получить аналитическую модель на основании физической, нужно пользоваться только стандартными элементами Revit. То есть это, допустим, стена, колонна, плита и так далее. На основании этого мы получили вот такую аналитическую модель, то есть в плане геометрии. И дальше возможно создание комбинации нагрузок и загружений. Комбинации загружений и каждой из нагрузок возможно, соответственно, перенести в свое загружение. В большинстве случаев мы, разумеется, пользуемся внутренними возможностями лиры заданий нагрузок. Но здесь задание завода-изготовителя было довольно сложным, комплексным. И было множество динамических нагрузок, множество точных нагрузок, чтобы нам не прогадать с привязками и так далее. Создав модель, мы уже в модели в Revit приложили эти нагрузки, перенесли их в соответствующее загружение и потом уже перенесли, экспортировали данные, получившуюся модель непосредственно в Лиру. Кроме того, в Revit есть возможность задания ограниченных условий, но они довольно стандартные. То есть это запрещение перемещений, поворотов. Возможно задание упругого основания, но это также не актуально, потому что в последующем мы выполняли расчет совместно с грунтовым основанием, то есть при использовании модуля грунт. И также возможна передача сечений и свойств материалов. Ну то есть в свойствах материалов вы можете указать параметры, такие как модуль деформации, модуль юнга, модуль упругости материала, коэффициент полосона, плотность материала. И это все, соответственно, полностью передастся в расчетный комплекс. И в результате у нас получилась вот такая вот модель. Это показано одно из загружений. Статическая нагрузка точечная. В этих местах, в местах приложения нагрузки, размещены анкерные болты в оборудовании, под оборудованием. И вот, собственно говоря, наша именно не конечная элементная модель, а объектная модель. И уже в Лире нам оставалось только задать граничные условия, то есть это грунтовое основание, и назначить шаг разбиения конечных элементов. То есть мы ушли полностью от конечноэлементного проектирования в части расчетов. И при необходимости, в каких-то местах мы сгущали сетку, в каких-то местах мы пользовались тем, что уже получилось. Объект этот довольно маленький. Вы сами видите, фундамент он небольшой. Он размерами был порядка 20 на 20 метров. Но данную методику мы поняли, что можно масштабировать на гораздо больше объекта. И одним из таких объектов стал Выксунский металлургический завод и фундаменты под трубоэлектросварочный цех, под оборудованием трубоэлектросварочного цеха. В зале присутствуют заказчики. Был рад их здесь увидеть. Объект уже введен в эксплуатацию, как мне сказали. И уже первые трубы вышли. Опять же, объект очень большой, то есть длиной порядка 400 метров. С какими проблемами мы столкнулись при проектировании и создании аналитической модели. Во-первых, это очень большой объем. То есть в файлах Revit большую часть занимает именно армирование. То есть если вы сравните файлы с армированием и без, то разница в объеме файла будет в 10 раз условно. Ввиду этого нам пришлось, вынуждено пришлось разбить, казалось бы, один комплект фундаментов на 6. То есть все было, разумеется, согласовано. Нам трудно было объяснить, почему мы так делим, почему именно 6 комплектов. Но нам пошли навстречу. С этим проблем не возникло. Дальше. Следующая. Это уже рабочая коммунитет. Следующая из проблем была. Часть фундаментов. Вы видите, геометрия довольно сложная, с множеством приемков. И часть фундаментов приходилось выполнять не стандартными элементами Revit, моделью в контексте. То есть элементами выдавливания, перехода. У них, как вы понимаете, отсутствует аналитическая модель. И получается, что мы передавали уже в расчетный комплекс только какую-то геометрию, условно плитную часть, которая у нас здесь есть. И при ямке или сложные элементы фундаментов у нас были просто никак не замоделированы. И мы уже вручную доделывали в Liria вот эти конструкции. Хотелось бы отметить, что абсолютно все конструкции были выполнены в Revit. Все армирование было выполнено в Revit. Все спецификации были собраны вживую. Если вы на 3D-модели присмотритесь, то даже тут видно, оно такое полупрозрачное, что все армирование здесь выполнено. Все закладные по периметрам, при ямках, все болты. Все это получалось спецификацией. И на основании уже выполненных спецификаций мы даже правили задания завода-изготовителя, потому что у нас не сходилось какое-то количество. Мы были, казалось бы, конструкторы – это последняя инстанция, у которых не должно быть никаких коллизий в выдаче заданий, а мы были теми людьми, кто именно определял эти коллизии и выдавали задания другим отделам. Потому что само по себе, особенно в таком сложном, технологически сложном объекте, странно, я бы так сказал. И более того, нам отправляли фотографию уже. То есть если сравнить в реальности, и в реальности, и на чертежах, на 3D-модели, довольно приятно получать вот такой, как бы скажем, отклик. Также, ну вот, например, это пример созданного в Revit фундамента. И здесь же аналитическая модель уже непосредственно в Lira. То есть все нагрузки мы также постарались приложить максимально в Revit, чтобы не думать о местах расположения, о координатах их, и уже просто заниматься непосредственно расчетами. Ну и, соответственно, здесь также рабочая документация. На данный момент все таблицы, которые относятся к разделу KG, в том числе и ведомость деталей у нас сформируются автоматически. То есть мы к минимуму свели рутинную работу по созданию вот этих вот сложных таблиц и расчетов. И хотелось бы отметить, что нам, внедряя в процесс проектирования Revit совместно с Lira, удалось снизить до минимума, мне кажется, расстояние между созданием физической модели и выдачей документации. Потому что еще не проведя расчет в программном комплексе, конструктор уже может начать армировать, условно, по своему опыту, закладывать какие-то диаметры. И потом, проведя расчет, это обычно два разных человека у нас делают, проведя расчет, он просто правит какие-то, добавляет дополнительное армирование, например, изменяет диаметры. И, соответственно, все спецификации, абсолютно все равно, вы сами понимаете, в этом суть BIMA, они правятся автоматически. И, то есть, условно, между получением, между созданием физической модели и выдачей документации у нас там уходила неделя, условно. Ну, это вот, если сравните, это вот это место, это в реалии так выглядит этот приямок. Кроме того, мы занимаемся сложными расчетами, как я уже упоминал. И даже если в рамках нашего проектирования есть только расчеты, без создания конструкторской документации, все равно для построения расчетной модели мы используем Revit. Только Revit. Потому что, ну, не в укор будет сказано разработчикам программных комплексов, но интерфейс у Revit гораздо удобнее в плане создания аналитической модели, чем у любого известного программного комплекса, будь то отечественные SCAD, LiraSapro или зарубежные, такие как сложные программные комплексы Ansys. Там все равно далеко до этого. У них, конечно, есть там Space Claim и так далее, но все равно нам как-то роднее Revit. Кроме того, это, например, две башни в Красноярске, уникальные здания. Кроме того, что добавилось сейсмика 7 баллов и не было достаточных исходных данных в части микросейсмореонирования. И мы оценку сейсмостойкости на максимально расчетное землетрясение производили при помощи Pushover анализа, который реализован в Lira 10. Ну, там есть свои тонкости, но тем не менее этого хватило для получения положительного заключения. Так выглядит физическая модель, то есть аналитическая и уже непосредственно расчетная модель. Конечно, ввиду специфики нагрузок и так далее, мы можем передать в Lira только статические нагрузки, динамические нагрузки, например, ускорение, какие-то вибрационные нагрузки, которые описываются по синусоидальному или к синусоидальному закону. Нет возможности задать в RIVIT. Но задав статическую нагрузку, в этом же месте вы можете исправить ее на динамическую. То есть место приложения хотя бы у вас будет указано. Также совместно с одним из основных наших заказчиков и партнеров компании StroyTech и StroyTech проект нами был запроектирован, запроектирована квартальная застройка в Екатеринбурге. Огромный проект. То есть на данном проекте, наверное, на одном из первых мы опробовали совместное проектирование. То есть мы две разные компании, но тем не менее в едином интегрированном пространстве мы смогли выполнить конструкторскую документацию. При этом, вы все слышали сегодня, снизив количество коллизий и так далее. Это все понятно и прекрасно, но когда компании, собственно говоря, разные, то это усложняет весь процесс. Но тем не менее мы смогли вписаться в их стандарт предприятия и создать довольно в ограниченные сроки конструкторскую документацию. Здесь также на примере приведен сравнение физической модели и уже расчетной модели, которая в Лире получена. То есть опять же все выполнено вживую. Также одним из объектов у нас был корпус санатория Машук. На одноименной горе он находится. И опять же здесь была сейсмика 8 баллов. Производили расчеты на особые сочетания. С очень хорошей стороны показала себя Лира. Мы выполнили опять же ушевый анализ. Выполнили расчет с учетом монтажа здания. И дальше я приведу примеры рабочей документации, которые мы выпустили. Здесь будут не только конструкции железобетонные, но и металлические. Будут и гражданские, и промышленные объекты. Например, это фундаменты. Причем вот эта модель собрана из нескольких файлов. То есть по общим координатам получена общая схема для фундаментов здания, паркинга. Подпорные стенки. Ну самое простое. Также в Revit можно получить сложные геометрические формы, но их довольно опять-таки тяжело передать в Лиру для расчетов. Здесь уже мы расчетную схему для вот такой необычной лестницы винтовой создавали сами. Помучились, конечно, ввиду аппроксимации, сложной аппроксимации криволинейных элементов. Но тем не менее расчеты выполнили, все хорошо. И металлические конструкции. Хотелось бы отметить, что в плане создания чертежей мы не видим тут никаких проблем в Revit. В плане передачи нагрузок довольно, не нагрузок, а аналитических моделей довольно сложно. Это все реализовано и необходимо более детальное изучение, потому что даже настраивая какие-то параметры шивки элементов у нас не сходились архитектурные элементы в одни узлы. То есть приходилось вручную подтягивать и пока, так скажем, проще создавать аналитическую модель для стержневых металлической конструкции именно непосредственно в Лире. Мы не пришли к какому-то единому решению, мнению, как это использовать. И на этом мой доклад закончен. Готов ответить на все ваши вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Город Белгород. Такой вопрос. Рассматривали вы робот. По какой причине вы от него отказались, если рассматривали? Ну какие недостатки там, допустим, чего нельзя было реализовать? Спасибо. Мы робот, честно говоря, рассматривали, но это было в 2016 году, потому что он был в комплексе, он был куплен, компания в комплексе. Но на тот момент робот был только в зачатке, а нам необходимо было решение динамических задач. А в роботе это на тот момент было не реализовано, и оно было только в следующем релизе. И робот так отсекся в неудобный момент. И теперь мы даже не можем сказать, на какой он стадии развития. И нас, честно говоря, полностью Lira 10 встраивает, покрывает все наши задачи. Спасибо. Дмитрий, город Уфа. У меня такой вопрос. Я так понял, вы работаете с Lira Soft. А сравнение с Lira и SAP проводили или нет? Если да, плюсы, минусы, почему выбрали именно Lira Soft? Да, конечно, проводили плюсов уйма, но я вам скажу два самых больших различия. Первое – это непосредственно объектно-ориентированное проектирование. Создатели Lira Soft скажут, что у них есть SAP FHIR, который вроде как… Lira Sapper. Lira Sapper, да, конечно, что у них… Ошибся. Что у них есть SAP FHIR, и он вроде как покрывает этот пробел. Но все инструменты, которые реализованы в SAP FHIR, они есть в REVIT. Это раз. Во-вторых, передавая из SAP FHIR, ну, из REVIT, допустим, в SAP FHIR, вы теряете часть информации. И у вас сквозного проектирования уже быть не может. И потом из SAP FHIR, вы в SAP FHIR все равно не можете задать все необходимые исходные данные. То есть грунт. Ну, я, честно говоря, в SAP FHIR давно сравнивал, смотрел. Но, по-моему, там нельзя было задать грунт, пульсационную составляющую. То есть динамические нагрузки в SAP FHIR нельзя было задать. А ввиду специфики нашей деятельности нам это необходимо. И получалось, что передавая в SAP FHIR мы получали конечную элементную модель, с которой мы ничего не могли сделать. И какие-то изменения в топологии, то есть перемещение несущих элементов и так далее, давались довольно тяжело. Потому что это, вы сами понимаете, это смещение конечных элементов вместе с узлами. Это сразу вырожденные конечные элементы получаются. И это довольно трудоемко именно в части правки. А в Liria 10 вы смещаете, то есть там у вас есть стена. Она высотой 3 метра, длиной бесконечно. Вы просто ее сместили и уже при запуске на расчет вы получаете триангуляцию модели. То есть она сама определяет, где у вас места пересечения и так далее. Это первый момент. Второй момент это в Liria 10 и в Liria 10, который будет выпуск, там реализована динамика в нелинейной постановке. То есть это покрывает расчетно-прогрессирующее обрушение. Ни один современный программный комплекс российский не делает этого расчета. Вы можете сделать какую-то химию, там у нас есть СП, расчетно-прогрессирующее обрушение, квазистатический метод и так далее. Но это вы сами понимаете далеко от реальных усилий, которые возникают при прогрессирующем обрушении. Здесь вы учитываете коэффициент динамичности, то есть со всей физической нелинейностью. Это очень удобно. Я услышал ваш вопрос про обратную передачу результатов. Они передаются, но, допустим, я вам на словах попытаюсь объяснить. Вы выполнили расчет какого-то здания, у вас есть перекрытие. Вы получили в Liria из-за поля. Вы можете эти из-за поля высветить в Revit как подложкой на заданном перекрытии. Но шкала в Revit, она экспотенциальная, и вы ее не можете настроить должным образом. То есть вы видите, что у вас есть пик, например, у колонны, в опорной зоне, пик моментов или армирования, но вы не понимаете, значение какое. Его считать там довольно проблематично. Но опять же мы это пробовали года полтора назад и поняли, что проще два монитора на рабочем месте, и вы сравниваете результаты просто. Здравствуйте. Меня зовут Алексей, город Выксет. Первое было, конечно, удивительно увидеть свой объект здесь. Я думаю, мы теперь имеем право рассчитывать на получение исходных файлов, все-таки, с чем мы боролись. Вопрос у меня такой. Мы на этапе проектирования, у нас достаточно было много вопросов, которые в том числе влияли на сроки выполнения проекта. Что бы сейчас сделано было по-другому, если бы мы снова с вами приступили к этой работе? Честно говоря, даже на данный момент мы бы ничего не меняли. Возможно, мы бы были более настырны в получении исходных данных. В плане организации внутренней работы мы бы… Ну, с исходными данными эта история другая, она не зависит. Если говорить о нас непосредственно, то мы бы ничего не меняли. Мы считаем, что процесс проектирования у нас на данном объекте уже был отлажен. Единственное, что мы бы добавили в выдачу документации какой-то электронный документооборот. Тут же опять BIM 360, мы пользуемся PilotEyes. То есть, чтобы было более наглядно для всех участников процесса проектирования, от флоуного инвестора до проектировщика, понятно, и актуальная документация. Спасибо. Есть пара вопросов. Подскажите, пожалуйста, вот когда импортируешь из Revit в Lyra сопряжение колонны с перекрытием, сопряжение балок с перекрытием, как он их понимает, как Lyra их понимает? Там есть возможность, например, вставить объединение перемещений или жесткие вставки, вот такие вещи, или это тоже в рукопашную потом придется делать? Нет, это не в рукопашную. В Lyra 10 есть автоматическое определение мест пересечений стержневых элементов с горизонтальными перекрытиями. Мы в данном случае, наверное, об этом говорим. И оно создает по площади поперечного сечения стержневого элемента абсолютно жесткие тела. То есть это автоматически реализовано? Но я вам скажу, что что касается расчетов перекрытий, вот эти места, в них встречается больше всего сингулярности, то есть вырожденных значений, которые отличаются от соседних. И мы дополнительно еще вручную улучшаем сетку конечных элементов, вводя узловые точки, узлы вокруг них, и тем самым получая более адекватное значение. Ну я говорю, ручная работа. 50 на 50. То есть видите, если вам как проектировщику достаточно срезать пики вместо пересечения с колонной, то в принципе инструмент есть. Если вы проектировщик более высокого класса, то вам интересно еще и убрать вот эти небольшие сингулярности, которые возникают. То есть мы этим занимаемся, мы на это смотрим. Другие игнорируют. Второй вопрос. Это вот ни одного объекта не увидел я на свайных фундаментах. Подскажите, пожалуйста, вот у вас есть опыт экспорта на свайных фундаментах и расчет, и далее получается возврат. То есть здесь, а вот сваи вижу. Вот давайте я вам расскажу сразу про расчет свайных фундаментов. Во-первых, в Лире нами совместно с компанией Строитек Проект был разработан макрос, который бы автоматически определял длину свай. То есть мы задаем таблоповерхность нашего несущего кровли грунта. И с учетом дискретности сортамента у нас определяется глубина свай. Ну мы задаем, допустим… В Лире делается, то есть не в Ревите. Нет, в Ревите. Это в Ревите делается. То есть у нас расставляются сваи. И мы определяем длину сваи. Дальше мы передаем расчетную модель. К сожалению, на данный момент из Ревита в Лиру конечный элемент сваи он не передается. То есть мы его создаем вручную. Мы его создаем вручную, но в Лире 10 есть конечный элемент сваи. По-моему, 57 или 56, я уж не помню. В котором при подгружении грунтового массива он сам выбирает длину сваи и вычисляет ее жесткость. И по сути после статического или динамического расчета вы получаете усилия в каждой сваи в реакции по трём ордам. Если у вас защемленные элементы, еще и повороты. Я понимаю, как в Лире сваи. Считается это, я знаю. Просто вот с точки зрения экспорта. То есть получается он не понимает, где эта точка, где сваи или понимает? Он понимает, он создает стержневой конечный элемент. А, стерженек просто создает. Да, да. А нам нужен узел. Нам нужен узел, поэтому… И в узел вы уже ставите 56 элемент. Да, да. И последний вопрос. Почему с металлокаркасом так не делаете? Почему только монолит вы говорите? С металлокаркасом экспорт из Ревита в Лиру и расчет в СТК вот это модули. Почему это? Так, ну я вам сейчас попытаюсь объяснить. Создавая физическую модель, у нас есть какие-то расстояния и допуски. Например, у вас есть ферма, сверху опирается прогонное перекрытие, прогоны. А ферма, например, молодечно, где мы обязаны проектировать с разлетом раскосы, чтобы учесть внецентренность опирания. И когда мы начинаем импортировать модель, у нас есть точность шивки, которая настраивается. 100, 200, 300 миллиметров. И здесь нет точного параметра, который позволял бы во всех точках определить эту шивку так, чтобы устраивало проектировщика. То есть у нас, допустим, подтягивая прогоны к верхним узлам фермы, мы уничтожаем вот этот наш разлет между раскосами фермы. И так же у нас получается и с опорными узлами. То есть нам приходится вручную доделывать эту расчетную схему в лире, потому что у нас вот такие получаются архитектурные элементы, стержневые. И их притянуть довольно сложно, потому что места пересечения их в лире не обозначаются. Вам нужна… ну магия, в общем, уже начинается. Тогда получается вы отдельно рисуете каркас и уже перекидываете в лиру. Да, да, да. Ну мы, смотрите, мы сейчас так определили. Мы создаем топологию железобетонных элементов, создаем оси, их перебрасываем в лиру, а непосредственно уже в лире создаем металлический каркас стандартными элементами. Кроме того, в лире есть импорт из других проектов. То есть у нас есть уже созданный набор ферм, которые мы можем просто как блоки вставлять в лиру и тем самым ускорив свой процесс проектирования.